В современном мире нас окружает множество устройств. Каждая из них работает по заложенной в него программе. Но замечаем ли мы, когда программируют нас самих? Они заставляют совершать те или иные поступки. Программирование сознания человека — это качественно иной уровень манипулирования. Человек неосознанно делает то, что хотят от него другие. Один из ярких примеров программирования людей — это курение. За личный выбор курящий принимает то, что по факту является циничным финансовым расчетом третьей стороны. Техники и алгоритмы манипуляций позволили втянуть в курение полмира и сделать так, чтобы человеку крайне трудно было отказаться от сигареты. В 1952 году в США журнал Reader's Digest опубликовал серию статей под общим названием «Рак из пачки», которые сильно напугали читателей доказательством прямой связи курения и рака легких. Паника в рядах курильщиков привела к массовым отказам от курения и, следовательно, к резким падениям продаж сигарет. Но табачные компании пошли на хитрость. Они якобы обезопасили курение, добавив к сигарете фильтр. Его появление никто не расценил как рекламную уловку. Фильтр – это больше для самоуспокоения человека. Был придуман табачными компаниями, не более того. Для того, чтобы внушить всем, что сигареты не только безопасны, но и являются символом мужественности, Филипп Моррис запускает рекламную компанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым ковбоем Мальбора стал Дэвид Миллер-младший. Скончался он в 1987 году, будучи не в силах дальше бороться с эмфиземой легких. Следующим покорителем прерий стал Дэвид Маклин. Сигаретный фильтр ему также не помог. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет. Фильтр здесь тоже был бессилен. Сигаретный фильтр – это просто один из способов манипуляции сознанием человека, создающий иллюзию более безопасного курения. По статистике, с появлением в сигарете фильтра заболеваемость раком легких и другими типичными табачными болезнями нисколько не снизилась и даже наоборот увеличилась. Классификация сигарет на легкие, суперлегкие, сигареты с пониженным содержанием никотина и смолы – это тоже один из способов манипуляции, который табачные компании активно применяют с 80-х годов. Это прежде всего для того, чтобы втянуть в курение подростков, молодежь, девушек и женщин. Такая классификация создает иллюзию более безопасного курения. Курильщик, вместо того, чтобы отказаться от сигарет, продолжает курить якобы более безопасные. А более того, ведь состав этих сигарет, так называемых легких и качественных, добавляет очень много ингредиентов, которые снижают рвотный рефлекс у детей, чтобы они начали курить, понимаете? Многолетние исследования Национального института рака США показали, что количество преждевременных смертей, вызванных курением, не изменилось при массовом переходе на легкие сигареты. В 90-х годах табачные компании избирают стратегии развития рынка, втягивания в курение женщин и девушек. Чтобы заставить их курить, создается красивый дизайн пачки с красочными и привлекательными цветами на любой вкус. Привлекательный дизайн пачек сигарет ориентирован на то, чтобы сформировать у молодых людей ощущение того, что курение является модным атрибутом, необходимостью современной жизни. И самое главное – появляются тонкие сигареты. Этот рекламный ход позволил табачным компаниям заставить миллионы женщин внести им деньги в обмен на бесплодие и рождение больных детей. Еще одна уловка, на которую идут табачные компании – это отсутствие состава на пачке. На упаковке любого товара вы найдете описание, из чего он сделан, за исключением сигарет. В общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, вызывающие генетические мутации. Все это заменено одним словом – смола. Состав сигарет – это скрываемая информация. И если, например, на табачную фабрику устраивается курящий человек, то через пару месяцев он обязательно бросает курить, видя, что добавляет сигареты. Одна из главных тайн табачных компаний – это добавление в сигареты специальных веществ, которые не ослабляют, а наоборот, усиливают действие никотина. Что же это за вещества? Мочевина. Мочой начали пропитывать табак для сигарет еще в 50-х годах. Благодаря добавлению мочевины никотин гораздо быстрее всасывается в кровь, что вызывает более быстрое привыкание к сигарете и еще большую зависимость от курения. Зависимость от табака так же возникает, как и от алкоголя. Это тоже, кстати, наркомания. Табачный дым содержит никотин. Это наркотик, к которому привыкают. Это самый настоящий наркотик. Он классифицирован, значит, как наркотик, даже не как легкий наркотик. И поэтому к нему привыкают. Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Этот фильм взорвал Америку. Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях. В основу сюжета легла статья «Человек, который слишком много знал». Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, раскрыл профессиональные тайны, как человека подсаживают на сигареты. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему. Факт добавления в сигареты этих веществ вызвал в США всеобщий протест. В результате суд обязал табачные компании обнародовать производственные документы. Из рассекреченных документов табачных компаний. Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент. «Это машина для привыкания. Это средство, специально табачными компаниями, разработанное для того, чтобы ты к этому привык. Чтобы ты привык к этому. И тогда уже все, ты на крючке». Так почему табачные компании хотят вовлекать в курение именно молодежь? Согласно статистике ВОЗ, почти 80% взрослых курильщиков начали курить, будучи подростками. Чем раньше человек начинает курить, тем сильнее развивается зависимость, и тем сложнее отказаться от сигареты. Поэтому табачные компании принимают самое активное участие в так называемой борьбе с детским и подростковым курением. Всем знакомы такие наклейки. «Мы не продаем сигареты лицам моложе 18 лет». Это закон. «Ну это тоже тот же самый ловкий маркетинговый ход. Во-первых, привлечь внимание к табаку. Во-вторых, внушить молодежи, что табак – это признак взрослости, чтобы они к этому тянулись и так далее. А на самом деле продают». Как еще можно втянуть молодежь в курение? Конечно, организовывая и проводя псевдопрофилактические программы. Одна из таких программ – «Мой выбор». Табачные компании организовывают так называемые профилактические программы. Они приходят в учебные заведения и говорят молодежи, что курить могут взрослые. Что курить или не курить – это выбор взрослого, ответственного человека. Вот вы, дети, не можете сделать этот выбор. А вот когда вы станете взрослыми, там уже юноши, девушки сформированные сидят, естественно, они думают, какие же мы дети. А, то есть курение – это выбор взрослого человека. То есть это еще один из признаков взрослости. Так они манипулируют сознание молодежи, втягивая их в курение. Задача подобных психологических приемов – убедить молодежь, что курение – это признак взрослого, независимого человека. Хотя по статистике в развитых странах как раз все наоборот. Самый низкий процент курильщиков – среди людей с хорошим финансовым положением, элиты государственных служащих. А самый высокий – среди низкоквалифицированных рабочих. Курение там давно стало считаться признаком отсталости. В Европе, в Америке, да, человек никогда не дадут приличную работу, он никогда нигде не продвинется, если он курит. Курят люди, опустившиеся. Бомжи, проститутки, хулиганы, убийцы у них только, только они курят. Так что же это за товар, который они так хотят нам продать? Мы все знаем, что курить вредно. А что же на самом деле происходит с нашим организмом? Когда человек закуривает, первый удар принимают на себя зубы. Температура вдыхаемого курильщиком дыма – около 60-80 градусов, тогда как средняя температура окружающей среды, например, осенью, всего 5 градусов. Курильщик поочередно наполняет свой рот то горячим дымом, то холодным воздухом. В результате зубная эмаль испытывает резкие перепады температур. Перепады температуры сильно влияют на зубную эмаль, провоцируя появление на ней микротрещин. Чтобы нагляднее это представить, посмотрим на простой пример из истории. Как в древние времена наши предки убирали большой камень с посевного поля. Они раскаляли его, разводив вокруг костры, а потом обливали холодной водой. Камень от резкого перепада температур трескался. Также и на зубах образуются микротрещины – входные ворота для микроорганизмов. Нарушение зубной эмали приводит к отложению на ней табачного дегтя, из-за чего эмаль приобретает желтоватый цвет, а впоследствии и более темный. Как правило, зубы курильщика меняют цвет постепенно, и человек даже не замечает этого. Полость рта начинает издавать неприятный запах, ощущаемый при разговоре с курильщиком. Многие курильщики пытаются отбелить зубы, используя порой экстремальные методы, что только усугубляет положение зубной эмали, истощая ее. Из полости рта табачный дым попадает в гортань. В состав дыма входит более 50 химических соединений, вызывающих рак. Под их влиянием происходят изменения в гортане, появляются опухоли. Часто рак гортани никак не проявляет себя, протекает бессимптомно. В этом заключается его коварство. Только со временем при глотании появляется чувство инородного тела. Оно начинает сопровождаться усиливающейся болью. Вскоре боль становится нестерпимой. Я тоже считал, что это касается других, а меня это не коснется. Андрей, предприниматель. В 28 лет врачи поставили диагноз – рак гортани, вызванный курением. Болезнь проявилась, как обычная простуда, воспалились лимфоузлы. В процессе диагностики выяснилось, что это онкология. Я знаю, что процент выживания с таким диагнозом, с такой болезнью, очень маленький. Если бы не доктора, то меня бы уже не было в живых. Далее табачный дым попадает в легкие человека. В них находится около 650 миллионов альвеол, на которые возложена функция снабжения кислородом всего организма. При попадании табачного дыма в легкие, альвеолы забиваются дегтем, токсинами и перестают функционировать. В результате канцерогены табачного дыма накапливаются, что приводит к необратимому процессу разрушения клеток – возникновению злокачественных опухолей. Надо заметить, что сигаретный дым многократно усиливает отравляющее действие на человека других вредных компонентов – выхлопных газов, выделений промышленного производства, которые сами по себе не наносят такой сильный вред нашему организму. Пассивное курение – оно гораздо вреднее, чем если бы я просто сам курил эту сигарету. Надо всегда помнить, что любое окружение вокруг вас страдает больше, чем вы. Самое страшное, что заработать рак легкого можно просто подвергаясь воздействию табачного дыма со стороны. 85% дыма от сигарет является невидимым для невооруженного глаза. При курении его значительная часть выделяется в окружающую среду, где его вдыхают некурящие, так называемые пассивные курильщики. Вы знаете, люди курящие, я заметил, они страшные эгоисты. Страшные эгоисты. Им вообще нет никакого дела до окружающих. Даже за своих собственных детей в этом смысле нет. Он хочет, ему надо, он достает, как любой наркоман. А дым от тления сигареты содержит даже большую концентрацию вредных веществ, чем дым, образующийся при затяжке. Например, в нем содержится в три раза больше бензопирена, сильнейшего ракообразующего соединения, и в 50 раз больше никотина. Это происходит вследствие того, что температура горения сигареты при тлении на порядок ниже, чем при затяжке. А если вы еще курите в семье, и у вас есть дети, то это не только ваша проблема, это проблема ваших детей. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина в его организме соответствует двум-трем сигаретам. У детей, подвергающихся принудительному курению, в разы увеличивается риск недоразвития легких. Они чаще заражаются инфекционными заболеваниями, такими, например, как бронхит. Когда в семье, скажем, курит один человек, то около 60% детей болеют. А если оба курят родители, то здоровых детей практически нет. Пассивное курение является одной из причин развития у детей астмы. Около 30% случаев астмы у маленьких детей – результат принудительного курения. Ежедневно 80 миллионов человек в нашей стране подвергаются принудительному курению. В первую очередь это женщины и дети. Курение крайне негативно влияет не только на внутренние органы, но и на наш внешний вид. В 1985 году в научном журнале British Medical Journal впервые появился термин «лицо курильщика». Его характеризуют – желтоватый цвет кожи, ломкие тусклые волосы, дряблость кожи. Под влиянием никотина и других соединений сигаретного дыма происходит спазм сосудов. Мелкие капилляры, питающие кожу, забиваются, клетки начинают испытывать кислородное голодание, и кожа приобретает желтоватый оттенок. Женщины-курильщицы, ну, их видно невооруженным глазом. Очень быстро исчезает хороший цвет лица, эти желтые зубы, желтые пальцы, эти ужасные расширенные сосуды везде, и на лице, и на ногах. Нарушается доставка витаминов и минералов к волосам. Они становятся ломкими и тусклыми. Выкуривание только одной сигареты сужает сосуды на полтора часа. Это означает, что человек, курящий с интервалом в полтора часа, создает в коже постоянное кислородное голодание. Курение уменьшает количество коллагена, и кожа теряет эластичность, упругость, становится дряблой. То есть внешность, конечно, будет весьма далека от модельной, к чему сейчас все стремятся, и, собственно, это будет сделано собственными руками, пальцами, держащими сигарету самой девушки. Но если иногда морщины и цвет лица можно на время скрыть большим количеством косметики, а неприятный запах попытаться перебить обильной порцией парфюмерии, то есть последствия, которые уже точно не спрячешь. Факт, что курящая девушка в глазах мужчины не выглядит привлекательно. Мужчина считает такую девушку легкомысленной, безответственной, и серьезных отношений с ней не планирует. В течение одной минуты после начала курения никотин вызывает сильные спазмы сосудов. Клетки стенок сосудов испытывают кислородное голодание. Возникают локальные некрозы ткани, отмирание клеток. Для закрытия таких дыр внутри сосудов возникают наросты. Со временем они увеличиваются, что приводит к частичной или полной их закупорке. В медицине это называется атеросклероз. Он является причиной многих болезней. Инфаркт, инсульт, облитерирующий атеросклероз. Это приводит к тяжелейшему хроническому заболеванию, облитерирующему эндортерииту. Мерзнут ноги, перемежающаяся хромота, резкие боли. И в итоге гангрена, заражение крови и ампутация. Именно из-за этого умер один из лучших вратарей мирового футбола. Обладатель золотого мяча Лев Яшин. Это же величайший вратарь 20 века, лучший вратарь. Наш вратарь. А ведь даже многие фанаты Динамо не знают, от чего он умер. Из-за курения ему сначала ампутировали одну ногу, а когда гангрена появилась на второй, спасти его уже не удалось. По статистике, каждый седьмой курильщик болеет облитерацией нижних конечностей. К сожалению, многие курильщики только после ампутации осознают, насколько серьезны были все предупреждения. В табачном дыме присутствует более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины. Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей. Риск рождения у них детей с множественными врожденными уродствами, преждевременно появляющихся на свет, маловесных, больных и так далее, возрастает многократно. Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном сперматозоида. Со временем количество сперматозоидов с поврежденной структурой ДНК растет, так как новые появляются путем деления, то есть дублирования существующих. Потому что рождается ребенок, и современная молекулярная биология может сказать, что сотни очень важных генов, которые работают на его развитие, на пролиферацию клеток, на увеличение массы, на стабилизацию его физиологических систем, выключены, чем никотином. То, что сигареты являются генетическим оружием, знали многие претенденты на мировое господство. Например, Адольф Гитлер, заботясь о сохранении генофонда наций, был ярым борцом с курением, объявив его врагом здоровья и будущего Германии. Однако для завоеванных территорий его политика была совсем иной. В 1942 году, самый разгар боевых действий на территории нашей страны, Гитлер сформулировал так называемые «основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории». В своей краткой директиве он написал всего три предложения. «Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, только водка и табак». Гитлер знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян через одно поколение без всяких крематориев и газовых камер. Самое удивительное, что план нацистов успешно выполняется и сегодня, и даже в больших масштабах, чем они планировали. По данным Министерства здравоохранения России, ежегодно 400 тысяч человек преждевременно умирают из-за курения. Это более тысячи смертей в день. То есть три полка ежедневно уничтожаются без бомб и патронов. Много это или мало, но я могу сказать. Штатная численность дивизии военного времени – 10 тысяч человек. То есть за год 40 дивизий поголовно в нашей стране уничтожается табаком. Россия – самая курящая страна в мире. В 2012 году был зарегистрирован рекорд рождаемости младенцев в Казани. Хорошую статистику омрачило только одно – из всех детей только 1,4% родились здоровыми. При этом число детей-инвалидов за три последних года увеличилось на 11%. Конечно же, высокий процент рождения детей со всякого рода отклонениями в здоровье. Потому что здоровье отца и матери, молодого отца и матери, оно, очевидно, подорвано. Каждый четвертый курящий, по статистике, преждевременно умрет именно по причине курения. Такой войны Россия не знала никогда, как вот эта война с помощью алкоголя, табака и других наркотиков, которые обрушили на нашу страну вот в последние 40-50 лет. Мы часто слышим, что одна из причин распространения курения – это якобы сверхдоходы, получаемые от этого государства. Так ли это? Конечно, поступление в бюджет от акцизов выглядит значительным, но убытки в разы больше. По данным Минздрава России, за 2012 год они составили в нашей стране 1 триллион 200 миллиардов рублей. Это в 10 раз больше акцизов. То есть бюджет получает 1 рубль, а теряет 10. Государство с акцизов табачных имеет копейку. Это даже сотой доли не хватает, чтобы лечить этих людей, которые страдают от болезней, полученных с помощью табака. Кто же зарабатывает на этом бессовестном бизнесе? 97% табачного производства в России принадлежит иностранным компаниям. Например, японцы Джепентабека производят в нашей стране такие сигареты, как LD, Петр Первый, Русский Стиль, Наша Прима, Папирос и Беломор Канал. Годовой оборот этой компании составляет 42 миллиарда долларов США. Основной акционер и собственник – правительство Японии. Кстати, Япония – одна из самых некурящих стран. К 2040 году она планирует полностью запретить курение. А в России от болезней, связанных с курением, умирает 400 тысяч человек в год. Это численность целого города, такого как Иваново или Владимир. На сегодняшний день, я думаю, почти 100% всей табачной промышленности принадлежат зарубежному капиталу, через подставных лиц и так далее. Но в любом случае все доходы идут туда, а все болезни остаются и смерти нам. Очень хорошо поделили, прекрасно поделили. Цинизм людей, которые продают и втягивают в курение наших сограждан, хорошо иллюстрирует высказывание бывшего дистрибьютора одной из крупных табачных компаний. Одна мне сказала при приеме на работу – я ненавижу людей, поэтому буду им продавать сигареты, чтоб сдохли поскорее. Я тогда обалдел даже, но подумал – она ведь самый перспективный сотрудник с таким мировоззрением. И взял ее. Ну а то, что это вред и то, что это убийство, все табачные и алкогольные компании знают прекраснейшим образом. Часто тем, кто хочет отказаться от курения, предлагают ложные альтернативы, например, электронные сигареты. Производители заявляют, что их товар поможет человеку бросить курить. Но в действительности этого не происходит. Ведь в картриджах электронных сигарет по-прежнему содержатся никотин и ракообразующие канцерогены. По факту, это очередная уловка, созданная только для того, чтобы вы не прекращали курить. Еще одной ложной альтернативой является кальян. Часто думают, что курить его безопаснее, чем обычные сигареты. Так ли это? Действительно, при курении кальяна часть смолы никотина оседают в воде. Но при этом объем дыма, попавшего в легкие, в 100-200 раз превышает объем дыма от сигареты. А это и угарный газ, и масса других ядов, нефильтруемых водой. Вдыхание дыма при курении кальяна требует значительно больше усилий. При этом легкие раскрываются более широко, и дым загрязняет самые отдаленные их отделы. Но самая эффективная и самая мощная манипуляция сознанием человека — это скрытая реклама в кино и на телевидении. Ее сверхэффективность была установлена исследованием, выявившим, что каждый второй молодой человек или девушка начали курить, подражая телевизионным и киногероям. Вот вам формирование поведения молодого человека. Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. Все эпизоды с курением в кино, в сериалах финансируются табачными компаниями, для которых жизненно необходимо, чтобы среди молодежи, подростков появлялись все новые и новые потребители их продукции. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. Ведь в большинстве случаев они ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются. И в этом причина их хорошего внешнего вида. Дэнил Крейг. Я не курю. Это глупое занятие. Дурацкая привычка, которая убивает нас. Следует отметить, что табачные компании одними из первых освоили такой вид скрытой рекламы, как продакт-плейсмент. Благодаря которому молодежные российские сериалы становятся все более и более курящими. Многие популярные молодежные телесериалы пропагандируют курение. В сентябре 2011 года независимыми экспертами было выявлено 163 эпизода с курением. Лидером по числу перекуров стал сериал «Физика или химия?» 49 эпизодов курения за месяц. Целевая аудитория – молодежь 12 и 16 лет. Но самое интересное, что почти никто из тех, кто начал курить, даже не догадываются, что начали делать это под воздействием скрытой рекламы. У них первый посыл – повторить что-то за героинями, но все-таки они должны помнить о том, чем это может обернуться для них самих. Но не на экране, где все, в общем-то, вымышлено, а в реальной жизни, где, к сожалению, уже переписать на чистовичок ничего невозможно будет. Почему мы поддаемся манипуляции? Почему верим лжи? Чтобы понять, как действуют эти механизмы, давайте заглянем внутрь себя. Для восприятия мира у нас есть органы чувств – слух, зрение, осязание, обоняние и вкус. Вся информация от органов чувств поступает в особую часть нашей психики, которую мы назовем ум. Его функции просты – принимать все приятное и отвергать неприятное. А если что-то приятно, но вредно, ум не различает эти вещи, он говорит «все равно хочу». Уму нужен контроль, и он потенциально есть у каждого человека. Это разум – то, что мы называем сила воли. Разум также имеет две функции. Он принимает то, что полезно, и отвергает то, что вредно. Обладая сильным разумом, человек уже способен успешно контролировать свои желания. Например, горькое лекарство, чувство и ум отвергают, но разум заставляет его принять, так как это способствует выздоровлению. Еще пример. Человек проходит мимо прилавка с фруктами, и ему хочется съесть фрукт, но он вспоминает, что с собой нет денег, и проходит мимо. К лавке подходит коза и тянется к фруктам. Она не думает, можно это делать или нельзя. Она видит что-то вкусное и начинает есть. Животные делают то, что им нравится, то есть живут только чувствами. У них не развит разум. Но человек должен контролировать свои желания, развивать свой разум. Именно это делает его человеком. Позволяет ему жить свободно от навязанных программ. В этом заключается секрет успеха, творческого развития, реализации своих способностей. В этом секрет достижения настоящего счастья. Субтитры создавал DimaTorzok